Хэй, чуваки, сумя, не кодолня. Сейчас будет мем, удивление и все обалдеют от того, что я снимаю с голосом. Да. Хэй, чуваки, сумя, не кодолня. И давно вы вот так вот меня не слышали, не видели и так далее. Но сегодня у меня выдалась свободная минутка ночью, и я решил сделать видео с голосом. Началась учеба. Я, естественно, перестал нормально выкладывать видео, хотя до этого все было негладко, опять же. И чтобы меня не терять, вы можете следить за мной и за всеми новостями в моем инстаграме, ссылка на который будет в описании. Там я в сторис очень много всякого выкладываю, поэтому, чтобы каждый раз не задаваться вопросом, А где видео? А где этот мудак ходит? Собственно, можете просто посмотреть сторис и понять. И также пользуюсь моментом, потому что я могу. Я хочу сказать, что у меня можно заказывать комишены. Очень дешевые комишены. Также в них теперь входят уаки. Поэтому вы можете мне спокойно написать, типа, Аника, привет, давай сделаем УАК. И я такой, типа, давайте, окей, без проблем, и мы сделаем с вами УАК. Вся информация находится в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании и в закрепленном комментарии. Господи, я только закончил с началом, боже мой. Я хочу с тут уже. Ладно, всё, закончила я с рекламой своих этих самых, так что давайте приступим к теме видео. Сегодня я буду повторять фотографии с ЛПС, но не один, а совместно с каналом Нярук ЛПС Студио. Всем привет, ребят. Мы решили, что она повторит три моих фотографии, а я, соответственно, её три фотографии с педами. Ну, не вижу смысла тянуть кота за одно место, поэтому поехали. Начну я достаточно с лёгкой фотографии. Вот она. Для этой фотографии мне понадобятся две таксы, бантик для одной из них, монитор с белым экраном и какая-нибудь подставка, на которой я буду всё это дело фотографировать. И вот, что у меня пока что получилось. И сейчас в фотошопе я буду всё это дело доводить до идеала, грубо говоря. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, соответственно, вот итог. Второе фото, которое я буду повторять, уже сложнее. Здесь достаточно много декораций, поэтому придётся немножечко мне подзаебаться. Для этой фотографии мне понадобятся Коли и Мэйн Кун, подходящие фоны или фаны. Я до сих пор не вылучила ударение, поздравьте меня. Декор ванной комнаты, цветуёчки и свечи. Но свечек у меня только одна, поэтому буду использовать вот такую гирлянду. Насчёт повтора этой фотографии я хочу сказать то, что она разорвала мою пятую точку только в путь, потому что у меня не получалось нормально поставить педов. Поставить их так, как они были поставлены на фото у меня рука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя, наверное, только минут 10-15, у меня получилось их закрепить, и я смог нормально сфотографировать. Вот такой промежуточный результат у меня получается. И так как там нарисованы брови, то помимо фотошопа мне придётся её обработать и в сайт. На этом мои мучения закончились. Во-первых, у меня дико отличались цветокор и ракурс фотографии. Во-вторых, не было нормального размытия фона, и мне пришлось вручную создавать такой эффект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно заметить, для этого я даже специальный туториал посмотрел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А во время цветокоррекции я внезапно вспомнила про эмоции и побежала их быстренько рисовать в САИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, спустя час обработки фотография была полностью готова, и результат меня, в принципе, зашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, что у меня в итоге вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите фотографию и процесс ее повторения вы сможете уже увидеть в видеонярука. А сейчас же я вам покажу то, как она повторяет одну из моих фотографий. Сейчас я пытаюсь поставить фон. Я удивлена, что у меня не было картона. Объясняю, что у меня нет фиолетового тэбика, поэтому я буду использовать серого. Очень долго пытаюсь поставить нужный мне ракурс. Большую часть из всего этого я удалила. Дальше я показываю, что я остановилась на трех фотографиях, пыталась выбрать одну из них. И выбрала самую первую. После чего я устраняю все дефекты, которые мне не нравятся. Как правило, это потертости, излишки клея, как у овечки в данной ситуации. Какие-то лишние пятна от краски, какие-то затеки, какие-то волоски и прочее. Грубо говоря, я просто удаляю все то, что мне не нравится. После чего я обрезаю фотографию по тот ракурс, который был у Аники, чтобы попытаться его повторить. И как только я закончила это делать, я уже перехожу в приложение PixArt, до этого мы работали в фотошопе. Извиняясь за такое ужасное качество, я не знала, что мой телефон снимет настолько плохо. А пофиксить у меня это никак не получилось, поэтому придется немножко потерпеть. В общем, я очень долго играла с разными фильтрами, чтобы попытаться повторить хоть что-то похожее на то, что было на ее фотографии. Чтобы свой ярко-зеленый кусочек фона приблизить к тому, что на оригинальной фотографии. В общем, я очень долго игралась с разными фильтрами, настройками. И когда итоговый результат меня более-менее устроил, я на этом успокоилась, сохранила фотографию и добавила свою подпись за кадром. Потому что все свои фотографии я, как правило, подписываю. Ну и, в общем, вот такой результат получился. Слева вы можете увидеть оригинал, то бишь фотографию Аники. А справа мою попытку повторить ее фотку. Надеюсь, у меня получилось. На этом у нас все. И рассмотреть фотографии поближе вы сможете в наших инстаграм-аккаунтах. Ссылки на канал Нярука, ее видео на эту тему и наши инстаграмы будут в описании и в закрепленном комментарии. Также не забывайте про то, что у меня можно заказать комиссионы, инфа будет там же. Ну и если здесь впервые, вы можете подписаться на наши каналы, поставить лайк, поддержать друзей. А с вами был Аника Белня и Нярука ЛПС Студио. Всем удачи и всем пока! Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!